МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что еще ждать Чебоксарским театралам в октябре и до конца года, наверное? Чем порадуете нас? У нас достаточно насыщенный сезон в этом году. И это было осознанное решение открыться как можно раньше. Во-первых, конечно, таким образом мы избежали длительной раскачки, когда люди уже вышли, готовят сезон. Но, так сказать, выхлопа профессионального его нет. И, в принципе, это хорошо, потому что это мобилизовало определенные силы, мобилизовало всю труппу, дало определенный творческий результат, который мы сейчас уже представляем нашим зрителям. Ну и, конечно, были различные объективные, субъективные моменты. Это объективный момент, что мы принимали у себя театр САЦ, московский театр Натальи САЦ. И у нас была идея все-таки открыться не после этого приема, а до, чтобы... Ну, знаете, чтобы не отложилось даже у зрителя такое впечатление, что вот, вроде, началась осень. Театр вместо того, чтобы открыться, показывает, значит... Чужие спектакли. Чужие спектакли. Ну и еще один объективный момент – это, конечно, то количество планов, которые у нас на этот сезон. И мало того, что весь сезон насыщенный, у нас очень насыщенная осень получается. У нас до декабря месяца сейчас расписана каждая секунда в театре. И будем говорить так, что времени-то, по большому счету, и не хватает на то, чтобы все эти планы сделать. Все это делается просто в каком-то диком цепноте. Потому что, во-первых, у нас на осень запланированы юбилейные концерты нашего оркестра, симфонического оркестра театра. Первого числа у нас будет в рамках юбилейных концертов – концерт, посвященный Дню Музыки, Международному Дню Музыки и Дню Пожилых Людей. И, конечно же, на этом концерте мы надеемся видеть не только пожилых людей, но и всех наших зрителей, и молодых зрителей. Мы представим очень интересную программу. Она будет включать популярную музыку от каких-то чисто классических образцов, но которые у всех на слуху. Не хочется говорить такую банальность, но фактически то, что звучит из сотовых телефонов. Вот от такой классической музыки, которая у всех на слуху, до эстрадно-джазовых произведений, которые наш оркестр по тем или иным причинам не исполнял, не брали это в репертуар. Для нас это новая какая-то грань, интересная грань, потому что для нас, как для музыкантов, для самих очень приятно и интересно это играть. У нас запланирован еще ряд интересных программ для нашего зрителя. Сейчас, наверное, не буду их анонсировать, потому что сначала надо подготовить, а он сдать ближе к программе, чтобы не перегорело впечатление. Второй проект, который мы сейчас готовим – это премьера балета «Чаполина». Тоже он у нас создается в очень кратчайшие сроки, поскольку писался грант на создание спектакля. И это федеральный грант, он был выигран по условиям. Ну, так получается, что понятно, что грант выигран, там было где-то в конце мая, то есть фактически перед закрытием сезона, перед отпуском, а поставить балет мы должны к 28-му по условиям гранта, к 28-му октября. Конечно, это очень сжатые сроки. Успеваем? Это безумно же. Успеваем. Успеваем. Мы как бы лишний раз понимаем, что мы можем успеть еще и в таком ритме работать. Тут же мы готовим два фестиваля. Во-первых, наш ежегодный традиционный международный фестиваль имени Михайлова, на котором будут представлены три оперы и два концерта. Заключительный гала-концерт и будут специальные гости фестиваля. Это «Тенера XXI века». Это очень известный проект с прекрасными голосами. Проект, которым руководит Дмитрий Сибирцев, нынешний директор Московского театра «Новая опера». Плюс ко всему у нас будет три оперы. Это будет Евгений Онегин. Все ведущие партии будут исполнять приглашенные солисты. Также с приглашенными солистами у нас пойдет Деницетти, любовный напиток. И интересный будет еще спектакль «Регалетта», где будет кроме солистов приглашен еще и дирижер. Мы провели переговоры и должен нам приехать главный дирижер Белорусского ГАПТа, Большого театра Белоруссии. Такие изысканные блюда для любителей оперы в Чебоксарах. Фестиваль Аперетты состоится? Обязательно, но это конец сезона. Равно как ближе к концу сезона будет фестиваль балета. Фестиваль Аперетты не только состоится, мы планируем его продолжать расширять и укрупнять, поскольку прошлый фестиваль Аперетты, которым мы закрывали сезон, он вызвал определенный ажиотаж у публики, это были практически аншлаговые спектакли. Наши зрители, наверное, впервые увидели солистов театра в некотором новом амплуа, поскольку для меня, как человека знакомого из жанра Аперетты в том числе, для меня очень важно было, чтобы, если мы говорим об Аперетте, то на сцене была именно такая Аперетта, как это происходит на ее родине. То есть солисты должны не просто стоять и петь, а там рядом балет изображать, какие-то движения, а должны двигаться все солисты, хор, и это все должно быть, ну, скажем, не на уровне шаг вправо, шаг влево. То есть у меня люди на сцене поют, делают колесо, делают балетные поддержки, и я считаю, что это определенное достижение для нашей труппы, оно и интересное, и полезное. Трупп откликается на ваше нововведение или на ваше требование, скажем? Откликается, откликается. И вот, судя по отзывам самой труппы, судя по их настроению после закрытия сезона, после этого концерта, им самим это приносит огромное удовольствие. Сергей Яковлевич, ну вот вы недавно, да, назначен художественным руководителем Чебоксарского театра. Скажем так, как вы работаете, как к вам отнеслись артисты труппа, сотрудники театра? Отзываются, ну, понятно, по оперете отзываются, мы уже выяснили, но отзываются ли на ваше нововведение, на ваше предложение? Предлагают ли что-то в ответ? Ну, во-первых, сейчас у нас сложилась очень хорошая команда, когда у нас есть в команде взаимопонимание, мы все смотрим в одну сторону. Понятно, у нас есть какие-то свои пожелания у каждого, свои мнения, но, слава богу, мы находим точки соприкосновения, мы собираемся, обсуждаем, думаем, что в первую очередь делать, в какую сторону двигаться. И я могу сказать, что вполне конструктивная и творческая работа у нас происходит. Значит, у нас ближайший концерт, 1 октября, День музыки. Ближайший концерт – это 1 октября, День музыки. Это очень яркий, интересный концерт нашего симфонического оркестра. И туда мы приглашаем всех наших зрителей. Спасибо большое, Сергей Яковлевич. Я надеюсь, что зрители нас услышат и действительно придут 1 октября в театр оперы-балеты на День музыки отметят вместе с артистами-музыкантами театра оперы-балета этот замечательный международный праздник. Спасибо большое, Сергей Яковлевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, реализацию всех ваших планов, успешных, благодарного вам зрителя. Ну и постараемся не пропустить ваши премьеры. Спасибо. Ждем вас в театре. Спасибо большое за внимание. Я напомню, что сегодня на наши вопросы отвечал художественный руководитель театра оперы-балета Сергей Кис. До свидания.